Я надеюсь, что основа или корень, какой-то золотой корень этого договора из Минска сохраняется. Значит, если, допустим, что Дебалцево это потеряно, сохраняем как можно больше человеческих жизней от этого бардака и берем вот это окно возможностей, чтобы сохранить сам украинское государство. Я почему говорю в таких терминах, потому что я думаю, что положение очень срочное. Когда президент Украины говорил о полной мобилизации страны и общества и выполнение возможного военного закона Marshall Law, не знаю, как переводится на русский, это очень-очень страшное развитие для страны. А здесь я говорю только об Украине, даже не намекаю здесь на Путина. Для Украины окно возможностей, если есть, может быть, даже не 100% покоя на Юго-Востоке, но если есть снижение насилия и снижение количества жертв в Донбассе, это будет окно возможностей для Украины, чтобы серьезно заниматься перестройкой самой страны, перестройкой продолжения реформов внутри органов правительства и государства и, конечно, продолжение того процесса сотрудничества с Западом, о котором я очень доволен, кстати, подчеркнуть, что МВФ вместе с разными западными донорами только что обещал Украине порядок, где-то 40 миллиардов долларов в течение трех или четырех годов. Это очень значительная сумма, потому что это первый раз в течение последнего года, когда я услышал такую сумму. Это близко к той сумме, которой, я думаю, нужна Украине, где-то 50 миллиардов долларов. Не сейчас, конечно, Украина может выжить меньше, чем 50 миллиардов долларов, но это показания, это доказательство воли международного сообщества поддерживать Украину экономическим мерам и не только моральным, дипломатическим, с санкциями или даже с оружием. По поводу оружия, я знаю, что это абсолютно непопулярный взгляд в Украине сегодня, но я чувствую моральный долг высказываться о том, что я боюсь, я боюсь очень, что если Запад посылает оружие в Украину, не что-то будет провоцировать господина Путина. Пусть, он будет делать, что он будет делать. Что это гарантирует, что больше украинцев будут умереть благодаря этим оружиям, чем если Украина просто задержалась и сохранила то, что сегодня есть и сконцентрировала на перестройке общества и спасении человечества в армии, в волонтерских батальонах и гражданское человечество, что есть на юго-востоке. Я очень боюсь. Люди, интересно, в Вашингтоне эксперты, так называемые, которые поддерживают то предложение, посылать оружие в Украину, они принимают аналогию на Афганистан. Это меня просто раздражает. Я тот, кто жил в Украине вместе со своей семьей, я имею хороших там друзей. Я очень боюсь, если будущее Украины похоже на будущее этой бедной страны, Афганистана, тогда это трагедия для всех, но в первую очередь для Украины. Вот почему я боюсь. Я думаю, что, конечно, нет никаких гарантий в международных делах, но правильный путь вперед — это как можно больше сохранить вот это ограниченное окно возможностей, что мы сейчас имеем, и поддерживать как можно больше экономическими ресурсами перестройки самого государства Украины. С такими шагами я думаю, что украинская нация, украинский народ будет видеть что-то желаемое в будущем, и не только продолжение постоянной войны, которая очень страшна.